Та человек смотрит нас онлайн. Хотелось бы представить свое видение ситуации, но не только мое, наверное, обзор мировой литературы, то, как я и сотрудники моего отделения увидят по такому интересному вопросу. Онкология, она как-то предъявляет свои особые требования проведению анестезии или просто проводится анестезия как при высокотравматичной операции? Ну, я стараюсь не конфликтовать ни с кем, в том числе и с различными интересами. А теперь, актуальна ли данная проблема? Вообще-то она актуальна. Рак является второй по значимости причиной смерти во всем мире. По общим прогнозам, заболеваемость раком вырастет с 14 до 24 миллионов в ближайшие 15 лет. И уже сейчас стало понятно, что 80% больных онкологической патологии подвергнутся, по крайней мере, одной хирургической процедуре, что создаёт большую и растущую нагрузку для анестезиологов. Поэтому всё-таки считается, что крайне важно определить роль анестетика в развитии рака. Поскольку вообще вопрос метастазирования весьма сложный и определяется взаимодействием множества факторов, к которым относятся и хирургический стресс, и послеоперационная воспалительная иммунная модуляция, и переоперационная также, и анестетики. И понять, что по-настоящему влияет на прогрессирование рака, довольно трудно. И в настоящее время трудно внести ясность полную в этот вопрос, опираясь только на доклинические ретроспективные исследования. Но всё-таки что-то уже удалось сделать, и какие рекомендации, которые есть на современном этапе, я хочу вам представить. Три основных пути, откуда берутся метастазы. Это активация иммунного ответа, так называемая раковая, онкологическая воспалительная реакция при операции, которая происходит при резекции опухоли, тканевая гипоксия, которая приводит к ангиогенезу, и боль, которая приводит к иммуносупрессии. Всё это создаёт условия того, что онкологические клетки опухоли, которые попадают в системный кровоток во время резекции первичного очага, укореняются в других органах человека и приводят к метастазированию. Но процесс, я повторяю, настолько непонятный и необычный в своём развитии, что вот даже есть такая статья, которая недавно вышла, хирургический стресс и прогрессирование рака, запутанные связи, ну или здесь больше по-английски твиста танго, довольно интересный термин. Здесь также, вы видите, представлены факторы, вызывающие рецидив. Это те факторы, о которых я говорил раньше. Это и активация катехоламиновой системы, это и ТНФ, интерлекина 1,6 за счёт переоперационного воспаления, иммунная супрессия, которая вызывается опиатами, и изофлюран, кетамина, теопентал, как ни странно, в некоторых источниках тоже считаются вероятными причинами метастазирования, и гиперкоагуляция. Гиперкоагуляция – это довольно выраженный бич онкологических пациентов. Практически все пациенты, страдающие онкологическим заболеванием, имеют гиперкоагуляцию, и это очень близко к ангиогенезу, что тоже может вызвать укоренение онкологических клеток на ранее незанятыми ими рубежах. О том, всё-таки, что такое больной онкологический. Ну, в принципе, если посмотреть на это с высоты анестезиолога, это человек, который требует проведения ему анестезии при высокотравматичной операции, и к нему нужно иметь такой же подход, как и ко всем пациентам. Полноценная пререабилитация, психологическая адаптация, она весьма значима у онкологического больного, потому что многие люди, когда им ставят основной диагноз, они несколько ошарашены, удивлены, запуганы, и поэтому работа психолога до операции должна обязательно быть, чтобы человек после проведенной операции активно шёл на контакт с интенсивистом, с реабилитологом, не лежал, глядя в потолок, а помогал врачам в ранней, послеоперационной реабилитации. Коррекция анемии обязательно должна быть проведена, и компенсация всей сопутствующей патологии, которая возможна в данной ситуации. И особое внимание необходимо обрещать на коррекцию гиперкоагуляции. Обязательно механическая тромбопрофилактика до выписки стационара. Низкомолекулярный гепарин рекомендуют до 28-го послеоперационного дня, поскольку антикоагулянты подавляют тромбоз, ингибируют образование фибрины и тромбоцитарных сгустков, что потенциально снижает частоту метастазирования. Здесь это одно из патогенетических мероприятий, несмотря на иногда сопротивление хирургов, которые до сих пор в каких-то местах, в каких-то локациях думают, что низкомолекулярные гепарины могут спровоцировать хирургическое кровотечение, несмотря на прекрасные прецизионные действия по хирургическому гемостазу. Что же лучше, внутривенный или ингаляционный наркоз? Выбор анестетика – это проблема, которая давно обсуждается. У каждой из этих методик есть свои плюсы, есть свои минусы. Анестезия ингаляционная обладает четкой прогнозируемостью и управляемостью. При нормальной наркозной аппаратуре низкий расход препарата, низкая стоимость. А внутривенная может кумулировать, может увеличиваться затрата анестезии. Но последние годы появились несколько публикаций, которые стали говорить о том, что все-таки внутривенная анестезия лучше, поскольку реже вызывает инвитро появление метастатических клеток, рецидив рака, ингибирует апоптос и все остальное. Но все-таки если провести анализ этих публикаций, мы видим, что в одной из них анализ осложнений не отличался системностью и весьма субъективен. А вот в этой работе 2019 года, на которую ссылаются множество, если мы почитаем статей, в группу летучего анестетика включены изофлюран, ксенон и севофлюран сразу, без градации по анестетикам, что, наверное, трудно принять за однородную группу сравнения. И все-таки в настоящий момент публикация, напоминаю, вот данные публикации 2019 года, данные пока что всех ретроспективных клинических исследований не показали достоверной разницы влияния на риск рецидива рака ингаляционных или внутривенных анестетиков или снижение общей выживаемости. Поэтому пока что мы работаем так, как работаем, так, как привыкли, не выбирая летучий анестетик, либо внутривенный. И что хочу сказать, я думаю, что ни для кого не секрет, что мало кто проводит мононаркоз ингаляционным анестетиком, мало кто проводит мононаркоз пропофолом. Все-таки сейчас анестезии все сочетаны, комбинированные, мультимодальные, поэтому, наверное, все-таки роль каждого анестетика несколько нивелируется их сочетанием. Да, проводится довольно большое количество перспективных исследований, которые будут закончены и в 2024-м, и в 2023-м годах. Вот два исследования первых 2019-го и 2020-го года. Вывод по ним я покажу чуть позже. Остальные в конце следующих, в течение ближайших 5 лет будут завершены. И мы все-таки узнаем, что лучше, ингаляционный или внутривенный наркоз в плане приложения к онкологическому больному. Но при этом все-таки существуют определенные доказательства, что ингаляционные анестетики оказывают меньшее влияние на краткосрочную когнитивную функцию при онкотаракальных операциях у пожилых пациентов, что довольно значимо для течения раннего послеоперационного периода у такой сложной когорты больных, так как они все-таки склонны к развитию послеоперационного делирия, и их когнитивная функция – это сфера наших первостепенных интересов, в послеоперационном периоде. Севофлюран, как был, так и есть, обладает пневмон протективным эффектом, а пропофол может давать осложнения, такие как митохондриальная миопатенция, филопатия, лактат, ацидоз. То есть нет золотой пули в данном вопросе. И чем работать? 2021 год, учитывая те исследования, которые завершены, публикация июня этого года будет выйдет в журнале, недостаточно доказательств, на которых можно было бы основывать рекомендации по изменению клинической практики, применению в онкологии, ингаляционных анестетиков, либо пропофола. Опиаты. Сложнейший вопрос. Те препараты, к которым привыкла история анестезиологии. Вот опиаты, да, большие дозы опиатов приводят к иммуносупрессии, но к иммуносупрессии приводит и некупированный болевой синдром. Поэтому необходимо соблюсти баланс между применением наркотиков либо применение адювантной терапии, которая сможет снизить их общую концентрацию в организме человека, при этом обеспечив нормальный обезболивающий эффект. Поэтому все-таки надо стремиться к адювантам, о которых я поговорю, к мониторингу обезболивания, если это возможно, и применению нейроаксиальных методик. Опиаты действительно нужно ограничивать, но соблюдая баланс, чтобы человеку не было при этом больно. Есть качественные доказательства того, при этом, что малоопиоидная анестезия не уменьшает уровень боли или потребления опиатов в раннем послеоперационном периоде, как ни странно, но снижается частота развития послеоперационной тошноты и рвоты. Да, это прогрессивная методика. История ее восходит аж к 19 веку, когда появилась сбалансированная общая анестезия, потом появилась малоопиоидная общая анестезия, оптимально сбалансированная. Сейчас уже в ходу безопиоидная анестезия, даже это возможно. И люди, которые являются приверженцами этой стратегии в анестезиологии, обещают нам в ближайшее десятилетие, что появится безопиоидная анестезия и анальгезия. Будем этого ждать. Будем смотреть на эту новую парадигму, но все-таки относиться критически к тому, что происходит. И понимая, что онкологические больные – это в любом случае высокотравматичные претенденты на большие продолжительные операции, пока что, наверное, вряд ли полностью мы сможем перейти на анальгезию безопиоидную. Что же требуется от анестезиолога в аспекте тех проблем, которые я озвучил? Должна быть хорошая антианецепция при сохранении компенсаторных реакций, не должно быть в раннем послеоперационном периоде седации и угнетения дыхания. Так называемый, наверное, фаст-протокол, о котором так много говорят в последние годы, или РАС-протокол. Местные анестетики, нейроаксиальная и региональная анестезия. Да, это хорошо. И плюс ко всему, есть пока что недоказанные полностью постулаты, но местные анестетики, амидные, потенциально обладают прямым противоопухолевым действием на раковые клетки, кроме бупивокаина и левобупивокаина. То есть нейроаксиальная блокада, мало того, что позволяет контролировать боль, резко уменьшить количество опиатов, которые используются, и уменьшить ингаляционные анестетики в концентрации, что уменьшает любое потенциально неблагоприятное воздействие на частоту рецидивов. Пожалуйста, в онкологии местная анестезия, но местные анестетики, нейроаксиальная и региональная анестезия, приветствуются и должны быть применены к людям. Переоперационная эпидуральная анестезия, применяемая у пациентов, должна быть стандартом, по крайней мере, при больших абдоминальных операциях гинекологической онкологии. Это 2019 год. То есть вначале как бы от нейроаксиальных блокад была мода постепенно отходить в сторону каких-то регионарных блоков, но все-таки мультимодальной анальгезии, но все-таки это опять вернулось и это опять рекомендовано. Как я уже сказал, вывод и этого года, регионарная анестезия в любом варианте, она устраняет адренергическую воспалительную реакцию на хирургический стресс, убирает один из механизмов метастазирования. Системные эффекты местных анестетиков тоже обладают каким-то противоопухолевым действием. Ну и опиоиды мы сберегаем, не отдаем большое количество опятов в организм человека. Добавление адреналина как было, так и остается необходимым компонентом послеоперационного эпидурального обезболивания, уменьшает зуд и тошноту, улучшает послеоперационную анальгезию во время активизации кашля, поэтому должно быть оставлено в эпидуральной смеси. Хочу напомнить, что только продление эпидуральной анальгезии не менее 24 часов после хирургического вмешательства обладает лечебным эффектом и просто так прекратить в раннем послеоперационном периоде эпидуральное обезболивание, но я не считаю необходимым условием перевода на этаж больного после операции. Она должна быть продолжена и в хирургическом отделении, если это необходимо. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь включать в эпидуральную смесь адреналин. Помните о том, что любая регионарная анестезия улучшает исходы онкологических пациентов. Адреналин снижает резорцию опиатов из эпидурального пространства и в три раза позволяет снизить дозу при сохранении анальгезирующего потенциала даже в эпидуральной смеси для послеоперационного обезболивания. Как же достигнуть продленной эпидуральной блокады? Либо перфузор, но чем хорош перфузор, что четкое дозирование, но привязывает пациента к кровати или инфузионной стойке. А мы все делаем для того, чтобы пациент встал и ходил. Поэтому мы широко в своей практике используем помпы с большим объемом заполнения. Мы даже начали придумывать такой термин сквозная продленная эпидуральная блокада. 600-миллилитровая помпа заполняется модифицированной смесью неймебрейвика прямо в операционной. И человек с этой помпой проходит всю операцию, уходит в послеоперационную палату, переходит в хирургическое отделение, и помпа снимается уже, когда эпидуральный катетер на пятые и четвертые сутки становится пациенту не нужен. И плюс ко всему это позволяет снизить потенциальную опасность инфицирования эпидурального катетера при переключении системы подачи анестетика. Потому что если вдруг помпа переподключается в хирургическом отделении, что в принципе умеют делать все наши хирурги, но все равно это не те условия асептики, которые, наверное, должны быть. Помпы такие существуют, и не только эта модель, поэтому можно пользоваться. И такой вопрос у нас возник в нашей работе, в той клинике, где я сейчас работаю. А может быть не только продленная эпидуральная блокада, может быть продленной. Мультимодальное системное обезбоивание после высокотравматичных челюстно-лицевых операций. Нейроксиальной блокадой здесь не обойдешься. И поэтому низкообъемная низкопоточная помпа, в которую мы добавляем фентанил, нефопам и ондоситрон, с небольшой скоростью это проводится, инфузия этой смеси. Чем хорош ондоситрон? Мало того, что он убирает тошноту, свойственную нефопаму, ну и меньше фентанилу, он обладает и центральным одевантным действием по блокаде серотониновых рецепторов на центральное обезболивание. Без угнетения дыхания 2 мл в час проводится инфузия. Люди абсолютно беспроблемно чувствуют себя после резекции верхних и нижних челюстей, футлярно-фасциальной истечения, больших травматичных операциях. Спокойно с ней гуляют по отделению и не требуют практически наркотические анальгетики в течение двух суток после операции. Больные абсолютно не требуют. Это опыт уже не одного десятка этих анестезий. Кетамин. Очень много копий в последнее время по поводу кетамина, как его взаимодействие с НДМА рецепторами. Нужен ли он в онкологии? Помогает ли он повседневной обезболиванию онкологической операции? Несет ли он какую-то опасность метастазирования? Вы знаете, последние данные говорят, что эффект кетамина при лечении хронической боли в контролируемых исследованиях отсутствует, но он должен быть применен у пациентов с уже свершившейся гиперальгезией, вызванной опиоидами, либо толерантностью к опиатам. То есть часто онкологические больные приходят с этими проблемами. Это основная группа, которая может иметь эти проблемы. Поэтому кетамин применяется в составе мультимодальной анестезии и магнезии для уменьшения боли, кардиостабильности. И кетамин в первую очередь у больных с гиперальгезией. А вот если посмотреть, как он лечит боль, постторакотомическое было исследование, переоперативная инфузия кетамина. Нет, все-таки хроническая боль после торакотомии напрямую определяется к временем использования ретрактора, неадекватной контролю острой боли и предоперационной химиотерапии. Проводилась она или нет. И вот еще раз про кетамин. Различные исследования все-таки оставили его у пациентов с толерантностью к опиатам или у других сложных пациентов. НПВС и цели как СИП. Доказательства, подтверждающие положительное влияние НПВС и ЦОК-2-блокаторов селективных, в настоящее время являются сомнительными. Да, есть теоретический инвитромеханизм, почему противовоспалительные препараты могут снижать частоту рецидивирования и метастазирования, но инвива пока это не получило значимых доказательств, чтобы ввести это в постоянную практику. Но если мы будем работать НПВС и целикоксибами в рамках мультимодальной анальгезии, никто хуже от этого пациенту не станет, но и специфичности к онкологическим пациентам нет. Декс-медетамидин. Большинство лабораторных данных указывают на пагубное воздействие АЛФА-2 антагониста в онкологической хирургии, но баланс, за счет которого декс-медетамидин может снизить воздействие объем опиатов и летучих анестетиков, не дает возможности увеличить, не дает реализоваться этим отрицательным эффектом. Но, по крайней мере, никакого положительного и отрицательного влияния на риск рецидива обнаружено в настоящий момент не было. Еще раз говорю, инвитро и инвивы исследования в этом вопросе резко отличаются по своим результатам. Бета-блокаторы не оказывают заметного влияния на рецидив рака, а вот кортикостероиды, обладая и противовоспалительным, и иммуносупрессивным действием, неоднозначно в своем эффекте, теоретическом эффект, зависит от баланса противовоспалительного и иммуносупрессивного эффектов, которые разносторонне оказывают влияние на рецидив онкологического заболевания. Габапентин и пригабалин. Несмотря на то, что отмена при медикации – это правильно, но все-таки надо смотреть за тем, что отмена бензиазепиновой при медикации. Мы остались на том, что наши больные получают при медикации габапентином. Это позволяет уменьшить действительно расход послеоперационного при средних операциях наркотических и обезболивающих препаратов, обеспечить умеренную седацию, которая не продолжается после операции. Рекомендованы для применения при всех видах операций, кроме кесаревого сечения, потому что все-таки дают слабость родовой деятельности. Но при этом не уменьшают боль в течение первых суток после хирургии, но все-таки это не обзор, это исследование которой. И препарат не влияет на развитие хронической послеоперационной боли. Ну, так оно и есть. Но все-таки в Соединенных Штатах начали люди баловаться пригабалином и габапентином, и поэтому из схем стали их исключать или использовать строгие терапевтические контроли, мониторинг назначения, поскольку есть определенная частота привыкания к данной группе препаратов и формирование зависимости. Поэтому тоже надо аккуратно смотреть, кому мы что назначаем у препаратов с потенциальной зависимостью. И то, что хочется сказать, потенциально значимые результаты сейчас, это системный лидокаин остается в значительной степени неизученным, но все-таки есть указания на то, что он поможет с антиметастатическим эффектом. И, может быть, все-таки пропофол останется препаратом выбора по сравнению с ингаляционными анестетиками при операциях по поводу онкологии у пациентов, по которым необходимо проводить высокотравматичные продолжительные операции. Но я хотел бы показать, вот существующая схема взаимодействия рецепторов, медиаторов при метастазировании. Сами видите, паутина такая, что, наверное, очень трудно сделать какой-то значимый вывод и подействовать на какой-то из этих медиаторов или рецепторов. Схема запутанная, связи сложные, и поэтому я думаю, что быстро эта проблема вряд ли в ближайшее время решится. Но схема защиты от метастазирования. Все-таки несколько групп препаратов сейчас выведены в определенную таблицу, что обладает потенциальным противометастатическим эффектом. Бета-блокаторы снижают выброс катехоламинов. Все-таки рекомендуют. НПВС, аспирин, мелоксикам, ингибируют СОК-2. И ингибиторы фосфодиэтилы стераза 5. Силдинофил. Оказывается, препарат, который не только лечит рептильную дисфункцию, но и подавляют экспрессию. По крайней мере, интерлейкина-4 и еще двух медиаторов из этой сложной схемы обладает антиметастатическим эффектом. Иммуностимуляторы, агонисты толподобных рецепторов. Статины надо использовать. Антикоагулянты, мы это говорили уже. И авастин, бевоцезумаб, это препарат для таргетной химиотерапии, но он за счет ингибирования сосудистого эндотелиального фактора роста, мы говорим о том, что он угнетает ангиогенез. Мониторинг обезболивания. Вот та краеугольный камень онкологических анестезий, который необходимо использовать. Если мы говорим о снижении наркотиков, о снижении ингаляционных анестетиков, мы должны использовать мониторинг обезболивания. Сейчас видов много, но более-менее адекватно в наших руках, наверное, только хирургический плетизмографический индекс СПАИ, который отражает гемодинамическую реакцию на боль и действия анальгетиков. Вот его можно использовать в своей практической деятельности и этим обеспечить, как вы видите, на 25% снижение наркотических препаратов исследования, что позволило пропофол на 20%. Быстрее люди открывали глазки и быстрее экстубировались. То есть есть значимое влияние на подбор препаратов, которые могут потенциально повысить риск метастазирования. И принципы проведения анестезии по программе РАС, которая как раз подходит и разрабатывалась изначально для больных, страдающих онкологическими заболеваниями, это мультимодальная анальгезия, парацетамол МПВС, нейроаксиальная блокада и региональная анестезия. В мультимодальной анестезии современные рекомендации для всех пациентов нефармакологические методики, НПВС, парацетамол, региональная местная анестезия, а вот габапентиноиды, бета-блокаторы, кетамин и препараты для лечения хронической боли строго по существующим показаниям. Не надо все сразу в человека бросать из того, что мы знаем. Все-таки мы должны выполнить какую-то обязательную программу, а потом уже показательные выступления, учитывая существующие показания. Ну и в заключении, последний обзор по вот этой большой проблеме, есть ли какие-то определенные моменты у анестезии к онкологическим пациентам, надо проводить рандомизированные многоцентровые клинические испытания. А по большому счету, мое мнение, просто надо проводить сочетанную анестезию, максимально адаптированную каждому пациенту. Взвешивать риск и пользу, недостаточно доказательств высокого качества, чтобы всесторонне объяснить влияние анестезиологической техники на модуляцию опухоли и изменить действующие клинические рекомендации. Прошу прощения за одну орфографическую ошибку. И что хочу в конце, какие выводы сделать. Принципиальная научная задача перед нами стоит. Надо сделать анестезию онкобезопасной. Многие препараты для анестезии могут обладать потенциальным проканцерогенным эффектом, но все это должно быть еще пока исследовано. Снизить частоту прогрессирования рака обусловленной анестезией можно за счет сочетания препаратов и применения ангивантов. Необходимо дальнейшее исследование в больших научных центрах. Современное развитие анестезиологии позволяет безопасно обеспечить анестезию при любой симультанной высокотравматичной продолжительной операции. Методикой выбора является сочетанная анестезия. Это при высокотравматичных операциях. Мультимодальная стратегия обезболивания в моноварианте при низкотравматичных доступах. И при любом анестезиологическом пособии у онкологических больных хотелось бы видеть переоперационный мониторинг как глубины анестезии, так и обезболивания. Огромное спасибо за внимание.